Если в первые годы жизни дети это сплошная радость, то в школьном возрасте сплошные проблемы. Не хотелось бы утрировать и обобщать, но доля правды в этом все же есть. И, пожалуй, больше всего вопросов на лекции Димы Зицера было на тему из жизни школьника. Сегодня много вопросов было, а вот дети делают, я не знаю, домашние задания, портят нам отношения и так далее. Спросите учителей, зачем они делают домашние задания, узнать нельзя ли как-нибудь иначе без этого. Можно, все можно, про все надо разговаривать. Помните о том, что это наши самые любимые люди, самые близкие люди, что их никто не защитит, кроме нас. Я не имею в виду сейчас защитить, то есть мы пойдем на войну со школой. Нет, нет, нет. Есть прекрасные учителя, и в Челябинске, я уверен, есть прекрасные учителя, которые с удовольствием идут на диалог, задают вопросы, ищут ответы. Одном из лучших законов образования в мире, российском законе образования, прописано, что родители не просто имеют право взаимодействовать с системой, а практически должны, там не написано, но мы этого не делаем вообще. Сформулировать, зачем ребенок идет в школу. Если мы чего-то не понимаем, помните о том, что этот вопрос нужно и можно задавать учителям, что мы должны это делать. Вспомните о том, что родительские собрания – это собрания родителей, на которых мы задаем вопросы, а не сидим и ждем, пока нас поругают и так далее. И чтобы диалог с системой оказался конструктивным, для начала стоит самим настроиться на волну искренности и любви. Все так сложно и в то же время до гениальности просто. Вообще правду, как сказал один литературный герой, говорить легко и приятно. И в этот момент, если сесть с ребенком и сказать, «Слушай, ты мне так дорогий, я тебя так люблю, ты меня прости, если что не так. Я очень-очень постараюсь. Ты мне скажи, если тебе окажешь, я в чем-то ошибаюсь. Нет ребенка, ну может быть есть, но может быть какой-то один процент, который в этот момент не пожмет эту протянутую руку. Мы-то в этот момент стараемся изо всех сил не быть людьми и сделать вид, что мы очень сильные, и что мы точно знаем, как надо, и что мама не может ошибаться. И тогда это вызывает прямо противо. Ах, ты не можешь ошибаться, так и я в 15 лет тогда не могу ошибаться. Если я вижу перед собой маму или папу, переживающие, сомневающиеся родители, я не знаю, да, признающие ошибки родителей, это рождает человеческие отношения. И не надо бояться в этот момент, что ребенок распустится и сядет на голову. Ничего подобного. Ребенок в этот момент поймет, что и вы родители живые, что у родителей можно просить помощи, что можно признавать ошибки, что можно быть слабым с близкими людьми. Понятно, что мы разные, и время разное, но мне кажется, что надо помнить хорошо об этом, помнить о том, что мы разные, помнить о том, что им очень нужна наша помощь. И стараться все-таки сделать их жизнь лучше, комфортнее, интереснее, а не хуже, сложнее. Как-то так сложилось исторически, что современные дети и их родители много чего друг другу должны. Должны оправдывать ожидания, делать уроки до ночи, быть записанными во все кружки и во всем быть, по крайней мере, не хуже остальных. И если вас накрыла эта волна общественного мнения, пора задуматься вот о чем. Если мы с вами помним, что на нас давят, мне кажется, что это половина освобождения. То есть ведь если я проверяю себя время от времени, правда, я сейчас так себя веду, потому что хочу так себя вести, или потому что на меня давит, не знаю, телек, да, или газета, или лекция чья-то и так далее. Я почему это делаю? Или потому что мне, ну, в кайф, извините, еще раз это произнесу. Мне кажется, очень важно, чтобы было в кайф. Мне кажется, что при всем этом давлении, ну, это же, слушай, детство же уходит у них, который не вернется, и ты второй раз не увидишь эту девочку или мальчика, своих детей, которые проходят эту точку. Ну, это ж так жалко. Вы вспомнили классика Толстого, который сказал, каждая несчастная семья несчастна по-своему, никому не говорите, но мне кажется, Толстой очень серьезно ошибся. Несчастные семьи, несчастные довольно похожи, а вот счастливые счастливы по-разному. И каждый раз задавать себе вопрос в том, слушай, а почему, в чем счастье того, что я живу с этим человеком? Ребенка, я имею в виду. Не только ребенка, мужа, жену, любимым. Он такой, он яркий, как сегодня я прожил свой день для того, чтобы вот этот кайф словить. Вот и все.